Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, вы на моем канале Коммент Бай. Кто впервые меня видит, я работаю в Республике Беларусь, город Минск. Я продаю дымоходы, я устанавливаю их и, конечно, я их поставляю. Перед вами сейчас на обзоре будет Шигель Перметр. Перметр с толщиной материала керамического волокна 5 см, 130 на 230. Стандартная комплектация идет, то, что идет в Российской Федерации с толщиной изоляцией 25 мм, то есть и 50 мм это идет нестандартная комплектация, нестандартная позиция, которую, как правило, в Российской Федерации не держит. В Беларуси эта труба может поставляться двумя каналами, либо первый идет через Чехию напрямую от официального производителя, либо через Россию, так как в России пару лет назад открыли производство по Шиделю. Поэтому, как правило, весь Шидель сейчас идет из России. Ну, во-первых, цена. Цена колоссально отличается. Надеюсь, я обзор сделаю по цене в других видео, потому что, ну, реально вообще отличие идет бешеное. Заявленная марка стали здесь 1,4521, это европейский стандарт, либо 4,44 идет IC. То есть это марка стали, которая содержится, в ее составе содержится, помимо углерода и железа, еще титан и молитен. За счет вот этих вот характеристик, как производитель Шидель делает толщину металла меньше, чем 0,8 мм. Но об этом я скажу немножко позже. Данная труба поставляется в двух комплектациях, может быть белая, может быть черная. То есть по черному РАЛ 9005, по белому не скажу сейчас. Ну и давайте теперь более тщательно делаем обзор по ним, потому что в комплекте идет насадка нижняя, насадка верхняя, пару метров трубы. Кровельные проходы это проблематичное место. Они делаются свинцовые такие, но под углом больше, до 45 градусов. Если больше, соответственно, проблема. Здесь угол был больше 45 градусов, поэтому я поставлю здесь в комплектации проход кровельный РЭС-2Б. И еще по кровельным разделкам то же самое, если вот экраны с отверстием, делай до 45 градусов. Все, здесь больше, соответственно, мне тоже пришлось искать выход. Я вам покажу, какое я делаю отверстие, вырезаю на плазме, вернее, на производстве. Ну и я заказчику продаю. Почему? Потому что я укомплектовываю вас на 100%. Я работаю именно для вас. А теперь я сделаю обзор по этой трубе. Смотрите следующие характеристики, которые важны при покупке дымохода. Это вот эти вот аббревиатуры, которые практически никто не умеет читать. Здесь используется сталь европейская 1,4521, соответствует 444 IC, с молиденом и с титаном дополнительно. Толщина, по-моему, в районе 0,7 либо 0,8 миллиметров. И самая главная характеристика, которую надо читать при покупке дымохода, это вот эта вот G25. Что она означает, эта цифра? Это, давайте сначала, это максимальный режим T600, это коррозийно устойчивая нержавейка, то, что она испытывалась на давление. И G, почему я говорю самая важная характеристика при покупке дымохода для бани, это то, что проходила труба испытания на возгорание. 25 это до горючего материала, размер указан в миллиметрах, то есть 2,5 сантиметра вы можете эту трубу смело монтировать до дерева. Это очень безопасно. Давайте покажу вам дальше по тому, что приехало. Вся система собирается по конденсату. Такая насадка, она также идет утепленная. Керамическое волокно. Ну, это один из лучших материалов, мягких материалов, которые используются в дымоходных системах. Все идет через хомутики, это очень круто. Я вам сейчас покажу, какие хомутики. Это хомут-застежка. Я считаю, что это лучшее, что представлено на рынке, потому что держит очень жестко. Вот такой хомут вы просто ставите, поджимаете столько, сколько вам надо, и зажимаете. И вот эта вот труба, она не ходит ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. Вот за один этот хомут я реально уважаю этого производителя. И очень приятно монтировать. Труба ровно, труба ни влево, ни вправо. Единственное, что можно поспорить с этим вот насадкой верхней, потому что здесь дым выходит, он весь оседает. Ну, они решили, очень много делают европейских производителей такого плана. Это называемый грибок-дефлектор. Расстояние, ну, они работают, я не знаю, я против таких вещей. Ну, если честно говоря, как бы не было, продает, значит, проверили временем. Значит, работает, ну, хорошо, продается. Это неутепленная насадка верхняя, кольцо уплотнения. Вот так выглядит труба. С каждой трубой идет такой зажимной хомутик. Он идет сразу в комплекте. Труба, так, внутри тяжело мне сказать. Толщина 0,7 либо 0,6. Не знаю, на... Так. А, 0,6. 0,5 толщина металла. Вот эта вот цифра 99, это заявленный материал, которого нету в сертификации 1856. То есть, любой производитель может заявить любой материал. Это толщина металла 0,5 мм. А вот аббревиатура 1000, 0,5 мм, 444, пятерка изоляции. То есть, немцы, вернее, производитель Шидель ставит толщину металла 0,5 мм. 444, ну, не знаю, за счет, наверное, титана и молидена, который находится в содержании этой стали. Ну, она может быть и хорошая. Не знаю, время покажет все. Поэтому, ну, как правило, я привык увидеть у европейских производителей 316 и 321 марку стали. Но здесь 444 заявили. Не знаю, смотрел на оригинальном Шидель в Литве, который продается в Дании. Там тоже 444, то есть 1,45, 21 европейский стандарт. И труба заполимерина, красиво, в таком матовом исполнении. Сейчас я сравню колечко, потому что я еще экраны дополнительно заказывал отдельно. Но здесь вот на самом деле толщина металла, а ну да, 0,5, скорее всего, гнется. Верхняя часть, она не утеплена. Эта интересная труба, очень такая достойная она. Давайте я сейчас вам сравню по полимерному исполнению. Смотрите, сравню, потому что мне еще надо было кольцо уплотнения дополнительно делать и экран с отверстием в этот заказ. А какой экран? Сейчас я вам показываю. Это экран, один идет под ровное отверстие 230 диаметра, и один идет под углом. Вот это идет на круглый экран, вот этот экран идет на потолок. И смотрим, как попадает тон. Передает, да, отличается. Здесь такая больше шагренька. Ну и даже не шагрень, но видите, отличие полимерки финской и вот этой полимерки. Интересно, конечно, чем они полимерят. Информацию я эту не нашел, но поверхность отличается. На ощупь материал тоже ощущается. Надеюсь, кому-то это видео было интересно, полезно, потому что шидель, но меня немножко удивил. Да я дымоходы эти раньше продавал, но я не делал по ним обзоров. Очень удивил то, что ставят 444-ю нержавейку ферритную. Радует то, что указывают они вот эту вот характеристику по возгорании сажи. То, что 25 миллиметров до горючего материала, ну это реально круто. Ну и, конечно, керамическое полотно решает. Это мое личное мнение. Это лучший материал в теплоизоляции, который в дымоходах используется. Удивил также, что толщину металла 0,5 миллиметров поставил. И радует меня то, что они поставили хомут стяжной. Хомут стяжной у них самый классный. Потому что я подбирал в свое время дымоходы со стыкового нержавейку с перметером. 7-8 лет назад, как только начинал работать. Не обращал на это внимания. Но хомут меня сразу делал. Это реально классно. Вы когда выставляете его ровно по стенке, к примеру, вдоль фасада, вам не надо мучиться. Монтажники меня поймут. Ни влево, ни вправо. Потому что с хомутами это реально головная боль. Здесь выставляете ровно, четко по уровню стоит. Труба не влево, не вправо, например. За хомут это отдельный респект. Шидалю компании машину классно. Покупайте дымоходы, конечно, проверенные. Конечно, дымоходы, которые имеют европейскую сертификацию 1856. Покупив такую трубу, вы будете уверены в том, что труба хотя бы прошла какие-то испытания. По толщине металла здесь отдельный разговор, о котором можно разговаривать очень много. Но не знаю почему. Посчитали, что дымоход толщиной 0,5 у Шидаля достаточно. Ну, значит, достаточно. Что могу сказать. Все, с вами был Дмитрий Михайлов. Комменбайф. Всем хорошего настроения. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, кому было интересно. Мой канал посвящен дымоходам. И, конечно, его монтажу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok